На следующий день после того, как в Летнем театре деревья подверглись так называемой пересадке, там же была облита нечистотами общественный активист Светлана Подпалая. И несмотря на то, что в данном случае речь не шла о грубой физической силе, общественные активисты считают, что и данный факт следует считать давлением на граждан, не согласных с действиями городских властей. На Светлану Подпалую было совершено набадение. Об этом заявила сама активист в ходе встречи с журналистами. И так, придя на следующий день после так называемой пересадки деревьев в Летний театр в сопровождении специалистов по зеленым насаждениям, активист, выступавший в данном случае как журналист издания «Зеленый лист» была облита нечистотами. Я когда пришла, я ни с кем из них не разговаривала, там никого не провоцировала, ну вообще как бы молча просто зашла, стала записывать на видео, фиксировать вот эту вот площадку, где вот раньше росли наши деревья. Я заметила, что Трегуб куда-то отошел, вот как бы напротив меня стала собираться там какая-то группа людей, ну видимо там вот этих вот тетушек. Вот ко мне подошел в момент, когда я снимала, прораб этого строительства Николай Пастер. Вот стал со мной разговаривать, ну на какие-то незначительные темы, в принципе я даже не особо хотела с ним разговаривать. Видимо вот он просто привлек мое внимание, вот и он стоял спиной к нападавшему, вот я стояла лицом. Вот по-моему вот от этой, от этой группы, по-моему от этой группы все-таки появился, ну молодой вот скажем так, не знаю, вот парень, да тетушка, да в темной одежде, в кепке, вот чтобы нельзя было увидеть лица. Вот мое внимание было отвлечено на прораба, вот и он выплеснул, у него в руках было ведро пластиковое, вот как это было и при нападении вот на Мустафу Найема, вот и он выплеснул у меня содержимое вот этого ведра, там фекалия, вот всякая гадость, вот залил мою камеру при этом. Вот так вот, я попыталась его преследовать, бежала за ним до как бы городского сада, но он оказался быстрее естественно и повернул вот в сторону Преображенской, вот на видеонаблюдении это должно быть зафиксировано. Вот, ну как бы после этого я не ушла, я вызвала туда полицию, вот эти люди, которые там находились, они как бы не оказывали мне никакой помощи, вот вместо этого они смеялись, вот фиксировались. Вот на свои телефоны, вот мое состояние, ну говорили мне какие-то вот тоже вещи оскорбительные, вот такое вот. Полиция приехала, ну наверное, больше, чем через час. Со своей стороны собравшиеся активисты сделали по данному поводу достаточно жесткое заявление. Я думаю, что это из этого эпизода, который является обычным для нас, мы привыкли до разных форм тисков и нападей на общественные активности в Одессе. Это черговая из них, спроба в такий способ показать свое домінувание в этом городе и принизить тех людей, которым не байдже, и что будет с их городом. В целом ситуация, когда тупые, нахабные бики намагаются каким-то способом приниживать людей, больше, чем гидных таких, как Светлана Підпала, для меня это дико. И, честно говоря, я бы сприймал, окрім того, что это напад на журналіста, прежде всего, я бы сприймал эту сегодняшнюю дию, как провокацию всего громадского сектора, на то, чтобы в ближайшие выходные провести еще один суботник в Литнем театре. И, возможно, за отсутствие полиции, правоохранных органов, найти ту людину, которая это сделала сегодня, и других людей, которые совершают в Литнем театре, в Министерстве, в Одессе, на законные действия. И еще раз, эта теза, в том числе, адресуется до уже нового керівника нацполиции в Одессе, в Одессе, в Одессе, который, очевидно, продолжает традицию попереднего керівника нацполиции в Одессе, и, в принципе, мы бачим ситуацию, что, если громадский сектор и Одесса не будут реагировать на такие вещи, в принципе, государственные органы этого делать не будут. Уже потому, как не расследовалось и данное нападение, можно отметить роль правоохранителя в этом вопросе. И, хотя в Одесской полиции начальник уже сменился, методы, похоже, остались прежними. Ничего не видеть, ничего не слышать, ничего не предпринимать. Из 14 случаев нападения на активиста в нашем городе наказания никто так и не понес. Теперь уже таких нападений 15. Ни одно из тех нападений, в том числе и предыдущее, которое совершено было на Светлану под Полую, не было фактически расследования. Те исполнители, которые были задержаны по надуманным причинам, по переквалификациям, были выпущены фактически на свободу. При этом правоохранители делают вид, что они что-то делают. Так, буквально несколько дней назад там заявили о героическом раскрытии факта нападения на Алину Радченко. И даже продемонстрировали фото задержанного гражданина Те. Керівник слідчого управления ГНП Одеської області Сергій Шайхет опубликував на своїй сторінці пост, у якому дословно написав, що затриманий безпосередній нападник на Алину Радченко, громадянин Те, і виставив фото. І що він дякує особистому складу за таку гарну роботу. Так от я хочу озвучити те, що оцей пан Те Тарасов, людина, яка безпосередньо сколила на мене напад, на замовлення, він був затриманий ще у 2018 році і відпущений під особисте зобов'язання. Тобто правоохоронці прийшли до нього, додому, взяли його під руки, привели до суду і сказали, посидиш трохи у СІЗО, чому? Тому що змінилась політична ситуація і нам потрібно показати для ЗМІ, на загал, що ми щось зробили. Звісно, цю новину засобами масової інформації взяли і представили так, як і представив пан Шайхет, що вони провели якусь роботу. Роботи ніякої немає, тобто ця людина вже давно була ідентифікована і затримана. І відпущена, так. Ну, я так розумію, її відпустили, тому що він дав покази на посередників і на організатора, а зараз чомусь його назад і притягнули цю пешку. Організатор Віталій Палютін на свободі. Мені не повідомляють, що відбувається з кримінальною справою. Тобто відбувається видість роботи. Причем, в даному случае речі йде не тільки о правоохоронительних органах, ну і всіх вітвях власті. Всі рішення, насправді, приймаються в тіньовій державі. Дуже яскравий приклад тіньової держави – це наша одеська влада. Коли вона контролює більшість телеканалів абсолютно, більшість ЗМІ в Одесі і формує оцю картинку, як в «Матриці», знаєте, яка насправді не відповідає абсолютно дійсності. А всі рішення, грабунок, напади на людей з активною громадською позицією, знищення будь-якого тиска на громадське суспільство – це все відбувається саме в тіньовій державі. І ця тіньова держава насправді впливає на нашу якість життя і, відповідно, на якість влади, на якість прийняття рішень. З урахуванням того, що у нас буде новий президент, тобто його вже обрано, але ще він не приступив до своїх повноважень, звісно, в мене особисто є сподівання, і ми будемо вимагати цього, щоб принципово якість влади була змінена в Одесі. Впрочім, як показує практика виборів, новий президент совсем не всегда означає нову власть. По крайній мере, до тех пор, пока все преступления этой власти будуть оставатися безнаказаними.